Цыгломинская библиотека номер 16 подготовила презентацию «Русские платки. Отражение души народа». Сегодня мне бы хотелось поговорить с вами о женском, нежном, целомудренном предмете женского гардероба, о платке. Предлагаю вам отправиться вместе со мной в небольшое путешествие по истории. Платок в подарок дорог был, любовь он счастье приносил, и в церковь без платка нельзя, покрыта женщин голова. Платок вас от жары спасет, и в холод он всегда согреет, а в праздник будет украшением, и людям всем на загляденье. Изначально, еще в языческие времена, женщины покрывали голову на Руси, чтобы сберечь себя от холода, от сурового климата. Головной убор являлся символом добропорядочности. Показаться простоволосой было верхом неприличия, а чтобы опозорить женщину, достаточно было сорвать с ее головы убор. Это было самым тяжелым оскорблением. Отсюда и пошло выражение опростоволоситься, то есть опозориться. После крещения Руси с приходом на нашу землю православной веры, головные женские уборы считаются неотъемливой частью женского костюма. Предшественником платка на Руси считается белое льняное полотенце с вышивкой «Убрус», которым женщины издревле покрывали голову. В конце XIX века платки в качестве головного убора повсеместно были распространены в России. Их носили девушки и молодые женщины в разное время года. Платки придавали женскому костюму особую красочность и своеобразие. Сначала платки повязывали поверх головного убора, обычно кички. Позже их стали носить самостоятельно, по-разному повязывая на голове. Девушки завязывали платок под подбородком, а иногда концами назад. Так носили платок и замужние женщины. Мода носить платки, завязав узел под подбородком, пришла в Россию из Германии в XVIII-XIX веках. А образ русской женщины Алёнушки в платочке, завязанном таким образом, сформировался уже в XX веке. Платок в образе русской женщины был логическим завершением костюма. Он был как бы окладом для её лица. Женщина без платка всё равно, что дом без кровли, церковь без купола. Платок придавал женщине особую женственность, нежность. Ни один другой головной убор не придавал столько лиричности облику женщине, сколько платок. В старину на Руси самым желанным подарком для женщины был платок. Его дарили хозяин дома, брат или жених, знак добрых чувств, любви, внимания. Нарядный платок сохраняет связь с далёким прошлым. Его носят и сегодня. На протяжении XIX века все платки были безымянные. До нас не дошли все имена фабричных мастеров, авторов чудесных платков. Данила Родионов – первый мастер, чьё имя упомянуто. Он был и резчиком, и набивщиком. Восточные шали в России появились раньше, чем во Франции. В официальную моду они вошли в конце XVIII века, когда пришёл стиль ампир. В десятые годы XIX века появились первые русские шали. В середине XIX века в России складывается особый центр производства национальных платков – Павловский пасад. Впервые о Павлово-Пасадской фабрике по изготовлению платков с авторским печатным рисунком упоминалось в 1795 году. Я вчера разбиралась в шкафу и нашла мамин Павлово-Пасадский платок. Что-то важное вспомнила сразу душа, как свободы глотнула глоток. А в платке-то самом поле, поле цветёт, и цветы в нём безумно красивы. В каждой нитке Россия родная живёт, реки, горы, дороги и нивы. В каждой нитке небесная тянется ввысь, домотканым цветастым узором. На платке уместилась работа и жизнь, старый домик с прогнившим забором. А с платка, улыбаясь, ткачиха глядит, одевай и носи на здоровье. Он теплом и любовью тебя защитит, когда станет промозгло и больно. Не смогла удержаться, надела, кручусь возле зеркала, как лепесток. Опускаюсь, да нет, окунаюсь я в Русь, в мамин Павло-Пасадский платок. Написала это стихотворение Моисеева Ольга. Узорную ткань получают способом набойки при помощи специальных печатных досок, которые переносят краску на полотно. Формы для оттиска узора называют манеры или цветки. Число манер соответствует числу красок данного узора. Для каждой краски делают печатную форму. Сначала набивают на ткань контурную и более светлые краски, а затем более темные. Платок квадратный. На его цветном поле изображают гирлянды, букеты разнообразных цветов или совсем неожиданные узоры. Какими их выдумал художник? Композиция платка чаще всего строится по принципу акцентов на углы. По кайме и углам симметрично размещают букеты крупных цветов. А середина поля заполняется редко разбросанными мелкими цветочками. Вот такие могут варианты расположения орнамента на платке. Орнамент в центре. Орнамент в центре и в углах. Орнамент по кайме. Орнамент в углах. Павлопосадский платок. Знаменитый павлопосадский платок – популярный аксессуар, украшающий женщин всего мира более 200 лет. Это отличное исконно русское дополнение к любым нарядам, как в народном стиле, так и ультрамодном. Полушерстяные шерстяные шали согреют в прохладные зимние вечера. А шелковые или батистовые платки создают эффект охлаждения и отлично спасают от летнего зноя. Мотивы или элементы павлопосадских платков используют на модных дефиле и российские и европейские модельеры. Кружевные платки из Вологды. Вологда знаменита своим кружевом, плетеным на коклюшках. Кажется, что мастера могут выполнить любой рисунок из тонких ниток, от классических цветов до сказочных персонажей. Современные шали и платки из Вологодского кружева – это легкие аксессуары для прохладного летнего вечера или выхода в свет. Кружево, которое выглядит как морозные узоры на окне, выглядит очень элегантно и необычно. Вологодское кружево – вид русского кружева, плетеного на коклюшках, деревянных палочках, распространенный в Вологодской области. Для изготовления Вологодского кружева требуется подушка-валик, коклюшки, можжевеловые или березовые, булавки и осколок. Типичный материал для Вологодских кружев – лен отбеленый. Вологодские кружева неоднократно получили на выставках высшие награды. Золотую медаль на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств Парижа в 1925 году. Гран-при в Париже в 1937 году. Золотую медаль в Брюсселе в 1958 году. Тогда же на выставке в Брюсселе был отмечен высшей наградой Гран-при кружевной вологодский занавес «Русские мотивы». Оренбургский пуховый платок. Платки из козьего пуха, которые вяжут в Оренбурге, считаются одним из символов России, наряду с матрёшкой и балалайкой. Дело в том, что эти платки практически невесомы. Насогревают даже в сибирские морозы. Всё дело в местной породе коз. Их пух самый тонкий в мире и очень прочный. Полушёлковые платки, сочетающие чёрный, жёлтый и алые цвета, и образующие мелкую клетку, носили только в праздничные дни. Излюбленным орнаментом становится восточный огурец. По форме он напоминает проросший боб, зависть за родыш. Это гимн, производящим силам природы. В Иране изображение восточного огурца, пожелание счастья, благополучия дому. В середине XVIII века в Шуе появляются ткацкие полотняные мануфактуры. А к концу XIX века всемирный рынок завоёвывает хлопок. Шуйские купцы-братья Посылины, одни из первых предпринимателей, налаживают поставку хлопчатобумажной пряжи из Англии в Шую. В 1831 году Посылины получили высшую мануфактурную награду – государственный герб. Платок ситцевый, Прохоровский. Самые лучшие платки из хлопка до 40 видов выпускала знаменитая Прохоровская трехгорная мануфактура в Москве. Чаще всего они имели светлый фон – белый, золотистый, бежевый, а букеты и гирлянды – мягкие по колориту. Русские платки – отражение души народа. Русский платок – это кропотливый труд талантливых художников, мастеров по ткацкому и красильному делу. В красочных композициях платков можно разглядеть традиции народного искусства. Платки не выходят из моды, просто иногда оказываются на ее пике. Их надо уметь носить. Это целая наука. От Христовой плащаницы через древние века шла по селам и станицам слава русского платка. Где вы, кики и убрусы? Стерты в памяти, вас нет. Изменилась мода, вкусы, но платков цветет букет. Расписное семицветие и печатный узор лег на узенькие плечи и ласкает чей-то взор. Многодневный стук, как клюшек, хитроумный труд крючков. Паутинкой нежных кружев обрамляет вам лицо. Шаль, подшальник, полушалок – все платок. Такой, как есть, самый лучший он подарок вековых традиций честь. Он символ наш, неотделимый сейчас и в прошлые века. Где есть платок, там есть Россия. И нет России без платка. Русскому платку не только посвящены стихи, но и песни. Подари мне платок, голубой лоскуток, И чтоб был по краям золотой завиток, Не в сундук положу, на груди завяжу, И что ты подарил, никому не скажу. Песня была создана на стихи волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной. Музыку написал композитор Григорий Пономаренко. Ее включали в свой репертуар Людмила Зыкина, Надежда Бабкина, Александра Стрельченко и другие известные певицы. Синенький скромный платочек Падал с опущенных плеч. Ты говорила, что не забудешь Ласковых, радостных встреч. О них, родных, желанных, любимых таких, Строчит пулеметчик за синий платочек, Что был на плечах дорогих. Автор музыки, польский композитор и пианист Ежи Петербургский. Автор первоначального текста И название песни Советский поэт и драматург Яков Голицкий. Сначала эту песню исполнила Лидия Русланова, А потом Клавдия Шульженко. А эту песню знают и поют и любят. В этот вьюжный неласковый вечер, Когда снежная мгла вдоль дорог, Ты накинь, дорогая, на плечи Оренбургский пуховый платок. Я его вечерами вязала Для тебя, моя добрая мать, Я готова тебе, дорогая, Не платок, даже сердце отдать. Написали эту песню поэт-песенник Виктор Боков И композитор Григорий Пономаренко. На настоящую популярность песня Завоевала в исполнении Народной артистки России Людмилы Зыкиной. Слава русскому платку, Который неразрывно был связан С девичьей любовью, Женской верностью и страданием Культурой русского народа. Он является символом Женственности, элегантности И очарования. И поэтому любовь к нему Проносится через века. Меняются времена, Но только платок Остается лучшим подарком. Ведь платок не просто головной убор, А символ любви и красоты. Если платки расстелить на поля, То еще краше станет земля. Спасибо за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok